Друзья, здравствуйте, с вами Настя. Вы смотрите Конакову онлайн. Осень в самом разгаре, школьники входят в учебный ритм, а образовательные учреждения Конаковского района под чутким контролем отдела единого заказчика принимают от подрядчиков последние штрихи по ремонту и модернизации зданий и благоустройству территорий. В этом году традиционно образовательные организации начали готовиться к новому учебному году уже по окончании предыдущего. На лето были запланированы большой объем работ, выделены средства из местного, областного и федерального бюджетов. Работы шли в штатном режиме. В этом году мы провели капитальный ремонт фасадов двух школ, заменили оконные блоки в одной школе полностью, провели ремонт кровель детских садов деревни Макшино и детского сада номер 11 города Конаково, ну и также текущие ремонтные работы. Все шло в плановом порядке, за исключением кровли гимназии номер 5. Там были определенные проблемы с заключением контракта, подрядчик нас подвел, мы контракт расторгли и уже заключен новый контракт и подрядчик приступил к выполнению работ. Большой объем ремонтных работ был проделан этим летним сезоном в школе в поселке Первое Мая. Здесь капитально утеплили фасад, отремонтировали кровлю над спортзалом и заменили оконные блоки. Надежда Владимировна, изменилась ли ситуация в школьном здании после летних ремонтных работ? Да, после летних ремонт ситуация изменилась. Стало гораздо теплее, ветер не гуляет, грубо говоря. Комфортно, приятно, потому что отремонтировали все фасады, утеплели, утеплели кровлю и поменяли окна. Это очень хорошо, поэтому мы рады и счастливы. Как проходили работы и все ли было выполнено в срок, первому сентября? Работы проходили в течение целого лета. Начались они уже в конце мая, в июне. Времени было три месяца. Они проходили на протяжении всех летних месяцев. Все успели в срок, все как нужно. Все 1 сентября запустились как положено. Что бы хотелось еще в будущем, следующим летом отремонтировать в школе? В следующем летом хотелось бы изменить ситуацию внутри здания. Сделать косметический ремонт, поменять двери. Ну то есть вот внутри все это облагородить, чтобы было комфортно не только снаружи и красиво, но и внутри. В этом году также удалось заменить кровлю в детском саду в Макшино и в детсаде номер 11 города Конакова. А благодаря губернаторской программе по оснащению муниципальных детских садов уличными игровыми комплексами, в 11 садике города Конакова появилась новая детская площадка. Эта программа появилась благодаря инициативе губернатора Тверской области Игоря Михайловича Рудени. Она начала реализовываться в августе этого года. По этой программе планируется установка и поставка 55 игровых комплексов в детские сады Тверской области. И в том числе в Конаковский район будет поставлена и установлена площадка в детский номер 11 город Конаково. По условиям программы стоимость оборудования составляет 1 миллион рублей и софинансирование из местного бюджета составляет 1%. Мы очень рады, что мы вступили в программу и эта площадка досталась именно нашему детскому саду. Площадка универсальная, она рассчитана на все возраста. Детям очень нравится играть, бегать, то есть использовать все 12 элементов, которые включены в этот комплекс. Они очень современные, яркие. Этот комплекс нужен не только для подвижных игр на свежем воздухе, но и для занятий физкультурой. Элементы всесезонные, можно играть и зимой, и летом. Мы очень довольны качеством. Немного мы не успели к 1 сентября, были небольшие задержки и к 6 сентября мы все поставили, все вовремя и детки уже пользуются этим оборудованием в полном объеме. Говоря о подготовке школ к новому учебному году, не стоит забывать о федеральном проекте современная школа, благодаря которому в нашем районе ежегодно появляются точки роста. На данный момент их уже 17. В школе номер 6 города Конокова открылся новый центр «Точка роста». Направление у нас естественно научное и технологическое, что дает детям возможность участвовать в развитии образования по предметам таким как химия, физика и биология. То есть поступили цифровые лаборатории, где возможно будет им обучаться с помощью этих лабораторий. И также будет еще направление робототехники, где дети смогут встроить, создавать какие-то роботов и затем создавать программы для их управления. Учителя прошли у нас все обучение на данной технике, то есть готовы к тому, что ввести это все обучение. Новое оборудование поможет детям в обучении, так как оно будет помогать в проведении опытов по физике или химии, где возможность будет провести какие-то опыты, подключить компьютеры и будет выдана вся информация. Также можно будет создавать роботов и писать к ним программы. То есть обучение будет еще и как в качестве программирования. В этом летнем сезоне в Коноковском районе в ремонт школьных и дошкольных образовательных учреждений было вложено более 152 миллионов рублей из трех уровней бюджета. Планка задана высокая и, надеемся, в следующем году эта тенденция будет продолжаться. Пишите в комментариях, нравится ли вам преобразования, которые случились этим летом в школах и детских садах. С вами была Настя. Подписывайтесь на Конокову онлайн. Всем пока!